Дорогие друзья, во-первых, мне очень приятно быть здесь, потому что я давно являюсь большим фанатом этого проекта, хотя я понимаю, что это независимое мероприятие, которое я еще раз помогу Петру произнести. Я хотел бы рассказать о том, что, мне кажется, может являться поводом для оптимизма, несмотря на то, что, если я сейчас задам вопрос в аудиторию, мне кажется, что большинство из вас скажет, что Олимпиада, чемпионат мира и все наши грядущие мероприятия скорее являются коррупционными или же необязательно служат какой-то ценностной цели для того, чтобы позитивные, устойчивые изменения произошли в нашей стране. Давайте попробуем этот вопрос задать, кто верит в то, что Олимпиада в Сочи – это про ценности, а не про духовную коррупцию. Поднимите руки, кто считает, что это про добро. Что Олимпиада в Сочи – это хорошо для страны. Давайте так. Мы без помощи Чурова разобрались, что в общем-то где-то… Давайте еще раз, поднимите руки, кто считает, что это хорошо. Ну, больше половины на самом деле. Хорошо. Спасибо большое за ваш ответ. Я хотел рассказать о том, что я руковожу центром спортивной экспертизы компании PricewaterhouseCoopers. Мы исторически имеем достаточно большой фрагментарный опыт помощи в организации крупных спортивных мероприятий, и став поставщиком, эксклюзивным консультантом Олимпийских игр в Сочи, мы углубились в процесс организации этих игр и видим то, что есть много интересного, что происходит в отношении этого процесса, о чем можно рассказать, и что, как нам кажется, как лично мне кажется, здесь я могу часто не выражать официальную позицию нашей компании, является поводом для оптимизма. Я, кроме того, еще являюсь сопредседателем правления программы «Наставничество для детей» Big Brothers Big Sisters, где проводя время с ребенком несколько раз в месяц можно сильно поменять жизнь конкретного ребенка из детского дома, будучи для него положительной родевой моделью. И это очень связано с темой волонтерства, я поэтому это упоминаю, потому что неделю назад Илья Титаренко, собственно говоря, 19 лет которому исполнилось, мой младший брат в программе, решил после трех лет, которых мы с ним вместе провели, стать сам наставником для «Мальчик или девочка в детском доме», что для меня является таким, знаете, кто смотрел «Pay it forward» фильм, является потрясающим примером того, как это распространяется и как это является серьезным триггером тех изменений, которые происходят в обществе. в США или в Канаде, мой личный опыт Ванкувера говорит о том, что больше 30% людей когда-либо занимались волонтерской деятельностью. В России эти цифры на порядок меньше. Какой большой социальный капитал, какой большой импорт, какое большое воздействие могут иметь волонтеры на какую ценность они могут создавать в экономике. Это очень сильные цифры. И я недавно выступал в одном из престижных вузов российских, где последним вопросом моего выступления, где мы рассказывали про игры и про те методологии спортсменов и крупных спортивных мероприятий, которые есть. И вот потрясающий вопрос, когда студент очень элитного вуза задал вопрос, слушайте, почему российское правительство просто не признается, что волонтерам нужно платить за работу. Почему? Потому что если ты платят за работу, ты ее делаешь хорошо. Потому что российское правительство отказывается признать, что оно просто хочет сэкономить бюджетные деньги. И поэтому те 25 тысяч волонтеров, которые должны приехать на игры, нужно просто честно признаться, что им нужно заплатить. Очень тяжело искать оптимизм, очень тяжело зажигать людей на то, чтобы отдавать. Потому что мы все, если вы особенно заметите, в текущей среде, неделю назад я вернулся с Давоса, и поводов для оптимизма в мире в целом немного. Но Урель Рубини, который предсказал текущий кризис, он на этом, конечно, большой бизнес построил, но даже он говорит о том, что фактически и с Китаем шансы того, что он будет в альтернативной экономике, и все не так хорошо. И так далее. То есть вы понимаете, что поводов для оптимизма не так мало. И самому становиться, мне кажется, это единственная главная мысль, которую я бы хотел донести, если самое важное, что я хотел бы сказать, это нужно становиться самому той переменной в мире, которую вы хотите видеть. И я верю, что если каждый из вас задумается о том, как здорово быть сопричастным, например, к такому интересному событию, как Олимпийские игры, когда весь мир придет смотреть на Россию, вы хотите, чтобы Россия показала какое-то свое новое лицо, изменившиеся страны, более инновационные, коль скоро мы находимся, я думаю, что это слово не уместно, то начните с себя, и это очень здорово. И большие события, когда весь мир приходит и смотрит на нашу страну, это классный повод для того, чтобы это сделать. А говоря более конкретно о том, что на самом деле, какое наследие нам оставят игры. Помимо того, что есть очень много вопросов, которые и много рисков, связанных с тем, с проведением игры. Например, давайте просто пройдемся по конкретным фактам. В результате игр создастся все-таки, надеюсь, вот это волонтерское движение, и 25 тысяч человек приедут и проведут здесь время, и станут волонтерами игр. Кроме того, зеленые стандарты в строительстве – это уже то, что реально на сегодняшний день происходит. что касается такой тяжелой для нашей страны темы, несмотря на то, что наша паралимпийская сборная в Ванкувере заняла первое место, у наших, как вы знаете, людей с инвалидностью условий меньше, чем у любых других спортсменов во всего мире для того, чтобы быть лучшими. Несмотря на это, эти люди побеждают, становятся первыми. И вот тема безбарьерной среды будет спилотирована на Сочи, то есть всевозможные пандусы, все приспособления, которые помогают людям с инвалидностью существовать и быть нормальной частью общества, будут спилотированы на городе. И потом, в случае успеха, мы надеемся, что это произойдет, кроме того, что к этой теме будет привлечено внимание, будут экстраполированы и на другие города. И безбарьерная среда имеет не только чисто инфраструктурный характер конкретных сооружений, пандусов и так далее, а еще и то, как мы воспринимаем людей с инвалидностью, потому что, как вы видите, мы, как правило, от этих людей отворачивались, к сожалению. Есть один очень классный пример посла в Сочи 2014 паралимпийской чемпионки Олеси Владыкиной, которая также, как и я в Global Shapers в проекте участвует в сообществе. Когда Олеса занималась плаванием профессионально и до Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине попала в аварию. Она в этой аварии потеряла не только подругу, но и руку свою. И у нее был выбор. И это тот самый выбор, который мы с вами делаем каждый раз. В нашей жизни мы можем либо сдаться и быть в позиции жертвы, либо найти источники оптимизма внутри себя или где-то еще и бороться. И она сделала выбор в пользу того, чтобы стать паралимпийским чемпионом. Тогда еще она не была чемпионкой, но она сделала так, что она выиграла медаль на пекинских играх, она одна из самых ярких звезд. И вы знаете, когда слушаешь этого человека, у которого нет руки, потрясающая очень красивая девушка, она считает, что ее миссия, насколько я помню ее высказывание, в том, чтобы говорить людям, у которых все части тела на месте, в первую очередь голова, насколько на самом деле много поводов быть счастливыми и успешными у них. Потому что если бы предположить, можно ли было бы открутить эту историю назад и убрать у нее эту известность, хотите, и вот этот успех, который она получила, будучи послом в Сочи, приглашенной везде, конечно, она бы, наверное, сделала выбор после того, чтобы быть нормальным, здоровым человеком. Что еще останется после игр? Олимпийское образование, ценностная составляющая игр. Российский Олимпийский университет, то, что останется в Сочи, останется в России для того, чтобы подготавливать спортивных экспертов и спортивных менеджеров для того, чтобы во всем мире создавался вот этот класс профессионалов в спорте. И это будет сделано в Сочи, поэтому это некая история, которая продлится после игр. Ну и мне кажется, что самое важное, наверное, одно из самых важных, то, что мне лично всегда кажется сложным с точки зрения стереотипов о России сломать, это то, что имидж России за рубежом в том числе можно поменять через игр. Потому что то, какими мы покажем страну через уровень гостеприимства, через те коммуникации, которые будут один на один между каждыми из, условно, принимающих и иностранцев, и какой мы покажем страну, это может оказать серьезный эффект на то, как Россию воспринимают в мире. Поэтому у меня, к сожалению, нет таймера перед глазами, но я хотел бы, наверное, еще раз повторить одну самую важную вещь. И здесь и оптимизм, и вообще философия лидерства как-то сильно пересекаются, и спортивные мероприятия, потому что спорт и лидерство тоже очень близки тем. Потому что успех в спорте, как вы знаете, можно экстраполировать и на бизнес, и есть какие-то рецепты успеха, которые взаимозаменяют. И одна из главных мыслей, которую я уже сказал, что начиная с себя, мы становимся положительными ролевыми моделями и можем вдохновлять многих людей. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что источник оптимизма находится на самом деле глубоко в нас. И еще одна очень важная мысль, которую я бы хотел закончить в своем выступлении, что, как бы это ни звучало, благородной или непонятной для России, но мне кажется, что чем больше каждый из нас будет настроен и готов отдавать в мир любви, помощи и всего того, что мы в первую очередь хотим сами получать, тем больше мы и сами будем получать с одной стороны, тем лучше будет становиться мир. Потому что если каждый из нас, каждый из 140 миллионов, сделает что-то хорошее, станет волонтером, наставником для ребенка из детского дома, перестанет давать и брать взятки, просто в отношении себя сделает какие-то серьезные поведенческие перемены, то мы с вами будем в другой стране. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...